Друзья, продолжаем нашу экскурсию по Мелитополю. Милые дамы, жители Мелитополя. Мелитопольки, правильно? Да. Слушайте, я сейчас заезжал, видел вас сегодня запустили крутые автобусы. 52 штуки даже. Видали, да? Да. Классные. А что вообще изменилось в городе? Что лучше стало? Что построили, сделали, дороги? Расскажите, пожалуйста. Дороги делают. Дороги делают. Маршрутки отпустили, автобусы. Комфортные. Комфортные. Удобные. А что пенсии и зарплаты какие? Пенсии тоже хорошие, я бы не сказала. Но такую пенсию на Украине бы они бы жили. Да, по сравнению с Украиной, интересно. С Украиной. В Украине получали по 2000, по 1000 с чем-то пенсию. А вот смотрите, а можно пересчитать и сделать так. Например, сколько можно было купить килограммов свинины на украинскую пенсию? У нас сейчас пенсионеры лучше живут, чем рабочий человек. Они свинину едят и мясо покупают. И только видно их везде на базаре, в магазине. Раньше они сидели дома. Зарплаты пока нет. Сейчас это свет заплатить могут и за газ, и квартплаты, и еще и хватает себе денег. Понятно. Зарплаты, то есть, не очень пока? Ну... У кого как, наверное. Так, как обычно, да? Кто при коммерции, кто как, да. Ну, то есть, в принципе, да. Ну, ничего, мы, например, я в Севастополе живу, у нас вообще город идет, по-моему, на последнем месте из всех федеральных. Но выкручиваемся. Мы же живем за счет, например, курорта обычно. Но вы по-другому. У вас все-таки какая-то промышленность и производство какой-то ездить. Ну, вот это пооткрывают, говорят же, уже какой-то завод открыли, там работают. Восстанавливают завод. Восстанавливают. Ну, вообще, лучше стало жить-то, скажите. Ну, конечно, лучше. Люди лучше стали, он автобусы ездил. Да, вообще, намного лучше. Также образование можно получить. Стипендии увеличились. Стипендии увеличились. Образование можно получить любой граждан, который при Украине не может получить. Да, я слышал, что стал, это, МГУ крутой стал вообще. Я на старости лет учусь заочно в библиотекаре. Да ладно. Ну честно говорю. Круто. Уже второй год. Ладно, все, милые дамы, спасибо вам большое. Очень любим Мелитополь. Севастополь, кстати, поддержит Мелитополь. Это подшефтный нам город, мы помогаем максимально. То есть много вам здесь сделают именно Севастополь. Все, спасибо большое. И вам спасибо. До свидания. До свидания.